Продолжение следует... ...глава государства Альхамалиев Сагин директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Он Цюэм Дунюэм. И эта же тема была на повестке дня на международной конференции «Взгляд в будущее. Переход на цифровое сельское хозяйство». На ней министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов говорил о важности диверсификации экономики и развития системы национальной продовольственной безопасности. Цюэм Дунюэм отметил, что достижение этой цели ФАО направит усилия на развитие цифрового сельского хозяйства в Азербайджане. Между тем, по словам Инам Керимова, процесс этот уже начат и соответствует целям ФАО до 2030 года. На связь сейчас с нами выходит доктор экономических наук Альшат Манедов, с которым мы более подробно обсудим эту тему. Альшат Манедов, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле ситуация на продовольственном рынке. Сегодня в глобальном масштабе приближается к критическим показателям, потому что то, что происходит сейчас на территории Украины, военный конфликт, безусловно, усугубляет и без того непростую ситуацию, связанную со структурными проблемами мировой экономики. Как известно, еще до начала событий на территории Украины наблюдался резкий прирост инфляции. В первую очередь это касалось Соединенных Штатов Америки, Западной Европы, в целом Евросоюза. Это было связано с глубокими структурными диспропорциями в мировой экономике, с разрушением цепочек поставок, с монетарными определенными факторами. Но после того, как военный конфликт стал реальностью, мы должны констатировать, имея в виду критически важную роль Российской Федерации и Украины, ключевых экспортеров сельскохозпродукции. Конечно же, сегодня мы уже по таким важнейшим товарным группам, как зерновые, по таким важнейшим для продовольственного рынка товарным группам, как удобрения, мы уже наблюдаем рост цен с начала событий примерно на 70-80%. И уже по экспертным данным ожидается, что к концу года прирост цен будет исчисляться уже не в процентах, а в разах. И в этой связи, конечно же, это очень тревожный сигнал в целом для мировой экономики. И если события будут продолжаться в том же русле, я считаю, что те вызовы, о которых уже сегодня говорят эксперты, связанные с голодом, связанные с критической ситуацией на продовольственном рынке, они вполне могут стать реальностью. Не нужно забывать, что на эти две страны, на Российскую Федерацию и Украину, приходится примерно 30% мирового экспорта пшеницы. Что касается таких других важнейших товарных единиц, как ячмень, кукуруза, тоже мы можем констатировать, что на очень высоких уровнях зависимость от России и Украины примерно около 20%. По подсолнечному маслу, вообще более чем 2 трети мирового рынка приходится на эти страны. А вместе с тем не нужно забывать критическую важную роль удобрений. И если рассматривать ситуацию на рынке удобрений, то Российская Федерация абсолютно лидер по азотным удобрениям. В лидирующих позициях находится Россия по фосфорным, калийным удобрениям. А это основная часть вообще всего мирового рынка удобрений. Без соответствующих биотехнологий, основанных в том числе на удобрениях, конечно же, говорить о каком-то вообще устойчивом формате развития сельского хозяйства в современных условиях не представляется возможным. Поэтому это очень важные вызовы. И не нужно забывать, что, скажем, по азотным удобрениям примерно на 80% цена связана с динамикой, с трендами на рынке цен на газ. Потому что добываются эти удобрения с помощью природного газа. Поэтому, имея в виду те проблемы, которые сегодня в отношениях между Евросоюзом, в целом, с Западом и Российской Федерацией имеются, я считаю, что в конце года вполне реально ожидать прирост цен на сельхозпродукцию, на продовольственный сегмент товарного рынка примерно в 200-300%. И это не может, конечно же, не беспокоить целых все страны, в том числе международную структуру ФАО, которая как раз-таки занимается в Организации Объединенных Наций проблемами на сельскохозяйственном рынке, проблемами производства сельхозпродукции, продовольственным рынком занимается. И, конечно же, в этой связи для Азербайджана тоже крайне важно, имея в виду импортозависимость, имея в виду то, что в основном как раз-таки мы импортируем вышуказанные виды продукции из Российской Федерации, из Украины. Для Азербайджана тоже это крайне важно. И я считаю, что импортозамещение и вместе с тем региональная экономическая интеграция должны стать теми устойчивыми трендами, которые необходимо активнейшим образом внедрять для того, чтобы нивелировать те риски, которые имеются в связи с вышеупомянутыми проблемами. Возвращаясь к теме конференции, каждый раз, когда упоминается развитая экономика или страна, идет речь об акценте на развитии технологического сектора и инноваций. По вашему мнению, и сейчас также на конференции обсуждалась цифровизация сельского хозяйства, нас интересует то, какие инструменты в Азербайджане можно применить, чтобы быстрее развить цифровое сельское хозяйство. Ну, в первую очередь нужно иметь в виду, что новый технологический уклад в основе в своем значительной степени это как раз активнейшее использование биотехнологий, в том числе в сельском хозяйстве, это цифровизация. То есть это все направления позволяют с внедрением достижения научно-технического прогресса в разы повышать производительность труда, резко увеличивать нормы прибыли. В сельском хозяйстве, в частности, в целом в экономике. В этой связи нам, в первую очередь, конечно же, нужно наращивать инвестиционные потоки. Наращивать инвестиционные потоки с упором на инновационные сферы экономики, и в том числе в сельском хозяйстве. И если, вот знаете, раньше речь в большей степени шла о каких-то научных подходах в этой сфере, и задумывались в более долгосрочной перспективе, сегодня это уже насущные проблемы, потому что для того, чтобы снижать риски, связанные с волосинностью на мировых рынках, мы уже вынуждены, бываем, увеличивать инвестиции в то, чтобы производить это внутри нашей страны. И как раз-таки внедрение цифровых технологий, внедрение биотехнологий, внедрение достижений генной инженерии в этой связи, это те направления и те факторы, которые должны позволить нам снижать риски, связанные с внешними экономическими шоками. Поэтому тема очень актуальна. Я думаю, что при соответствующих адекватных подходах со стороны тех государственных структур, которые ответственны за развитие данных направлений экономики, мы вполне можем рассчитывать и на снижение импортозависимости, и на повышение конкурентоспособности отечественного реального сектора экономики. Господин Мамедов, спасибо за то, что подключились. Я напомню, перспективы сотрудничества Азербайджана и ФАО в области продовольственной безопасности мы обсудили с доктором экономических наук Эльшадом Мамедовым. А теперь мы продолжаем выпуск. Заинтересованность создания в Азербайджане трамвайной сети выразила французская машиностроительная компания «Алстом». Об этом заявил исполнительный директор «Алстом» по Азербайджану Эльшан Зейналов на мероприятии в посольстве Франции. В частности, он отметил, что компания готова поддержать строительство трамвайной сети в Баку, Гянджей и Агдаме. «Алстом» также поддержит проекты технического обслуживания гослокомотивов в Азербайджане и такие инфраструктурные проекты, как сигнализация и автоматизация железных дорог. К другим темам. Евросоюз предлагает освободить Венгрию, Словакию, Чехию от эмбарго на нефть из Российской Федерации до 2024 года. Таким образом, пишет Бомберг, эти страны смогут сохранить импорт российской нефти на два года. Тем временем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что его страна нуждается в пяти годах, в течение которых она не будет соблюдать возможное эмбарго ЕС на нефть Российской Федерации. Тем самым, официальный Будапешт отвергает нынешнее предложение ЕС о запрете российской нефти в Союзе. На вопрос, заинтересована ли сама Россия в продолжении поставок нефти в Европу, ответил эксперт Станислав Митрохович. Россия заинтересована в поставках нефти в Европу в условиях, все-таки, возможности нахождения каких-то вариантов для продолжения торговли. Если же конфликт будет эскалировать и сама Европа введет ограничения на поставку российской нефти, ну Россия сумеет к этому поспособиться. Если Европа также откажется покупать российский газ по той схеме, которую предлагает Россия через два счета в Газпромбанке, ну значит в таком случае Европа останется и без российской нефти, и без российского газа, и без российского угля довольно скоро. Причем именно сама Европа будет инициатором этого разрыва, здесь в России нет смысла бежать впереди паровоза. Если мы применили те меры, которые считали необходимыми по изменению правил торговли газом, это уже, считайте, достаточный шаг для того, чтобы переформатировать торговлю в нужном для нас варианте, для Российской Федерации, по крайней мере. И в завершение дальнейшую динамику цен на нефть определила решение ОПЕК+. Страны Альянса согласились увеличивать добычу нефти в июне на 432 тысячи баррелей в сутки. Это столько же, насколько позволено увеличить производство в мае. Альянс планирует постепенно полностью отказаться от ограничения добычи, введенного в период пандемии коронавируса и падения цен. В то же время ОПЕК не спешит наращивать производство более быстрыми темпами. Это препятствует снижению цен. Такой политики ОПЕК поддерживается, несмотря на их заметное увеличение до рубежей более 110 долларов за баррель. Так, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent в пятницу составляет 111 долларов 30 центов за баррель, что на 40 центов выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI составляет к этому времени 108 долларов 60 центов, что на 35 центов выше итогового значения предыдущей сессии. А зарела тем временем повысилась на 3 доллара 40 центов и составляет 116 долларов 90 центов. Юрлс же на отметке 88 долларов. Минфин раскрыл среднюю цену российской марки нефти Юрлс в апреле. Она составила 70 долларов 50 центов за баррель. Дисконт для покупателей российской нефти составил 33 процента. Месяц назад скидка для покупателей российской нефти была порядка 20 процентов. При этом Индия, по сообщению Bloomberg, добивается увеличения скидки на российскую нефть и хочет покупать ее дешевле 70 долларов за баррель. Тем временем фондовый рынок США завершил торги четверга потенем на фоне негативной динамики. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 3 процента, индекс S&P 500 опустился на более 3,5 процента. Индекс Nasdaq Composite подешевел лишь на 5 процентов. Стоимость золота немного увеличивается в пятницу за счет снижения индекса доллара, но сдерживается за счет перспектив снижения потребности в активах-убежищах. Об этом свидетельствуют данные торгов. Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comox росла на 0,06 процента до 1876 долларов за тройскую унцию. А июньский фьючерс на серебро дорожал на 0,16 процента до 22 долларов 49 центов. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с нами и следите за новостями. Всего доброго.